Тёплый приём и искренние слова поздравления от главы администрации Ленинского района областного центра Валентина Милошевского были адресованы ветерану Великой Отечественной войны Петру Мироновичу Светкину. Мужчина пережил все тяготы тех роковых-сороковых. Ему было 17 лет, когда началась война. Первые военные годы его прошли на заводе, где он с другими юношами собирал для фронта снаряды. Нас этих детей собрали, подростков, и на завод номер 5 в Саратовской области, на военный завод. Мы там работали два года почти. Для фронта делали снаряды, лили болванки, значит, где комплектация была, обработка, токарные цехи. Потом оттуда у нас приехал капитан, я до сих пор помню его. Выстрелили нас этих пацанов. И 31-й отдельный учебный танковый полк, город Разбойщина. Но вернулся Петр Миронович домой не сразу. Боевые действия для него продолжились. Он освобождал Китай от японских империалистов. Ему сейчас 97 лет, но в памяти все живо, как будто это было недавно. Рядом с ним его супруга Алла Александровна, с которой они прожили душа в душу вот уже 7 десятилетий. Все тяготы они делили на двоих, а теперь делят радость, что их не забывают, чествуют и уважают. Для героической пары были подготовлены не только подарки, но и музыкальные сюрпризы. Оркестр войсковой части 5526 исполнил для ветеранов Великой Отечественной войны знаковую композицию «День Победы». Непростой военный и жизненный путь был и у Василия Федоровича Спасова, который в этот день тоже не остался без внимания. Для него Великая Отечественная война началась, когда ему было 16 лет. Через множество тягот и лишений ему пришлось пройти. Началась война, значит, отца забрали в армию в 42-м году, в июле месяце. Я попал на фронт в начало 43-го года, в январе месяце. Нас оккупировали немецкие, мы под оккупацией жили у немцев, ну, пару месяцев, только недолго. Потому что они там недолго задержались и началась вот эта битва под Сталинградом. Он пережил несколько ранений и после одного из них под Кеницбергом попал в госпиталь, расположенный в Каунасе. Там и встретил победу. Тяжелая юность, которая выпала на долю Василия Федоровича, отразилась на его здоровье. Но он по-прежнему в строю, бодр и весел. Ему было очень приятно слышать искренние слова поздравлений. Но не только это было подготовлено для героя. Поздравляли с наступающим праздником и детям. Пусть проходят года, с нами вы навсегда, пусть сияет победы звезда. Искренние поздравления для тех, кто отстоял мир, это лишь малая часть того глубокого уважения, которого достоин каждый из них. Сейчас на территории Ленинского района проживает всего 19 участников Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится меньше. А потому задача современников не оставить без внимания ни одного солдата 40-х. Оказывать им достойную заботу и поддержку. Ведь каждая из них – это живая легенда. Радует, что вот эти люди, действительно, пережив войну, послевоенное время, трудности всякие остаются нормальными людьми. И они вот этот оптимизм, вот эту веру передают нам, и даже молодежи. И от души хочу всех поздравить с этим светлым праздником и пожелать, в первую очередь, мира. Пускай будет мир долго-долго-долго. Ирина Левчук, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.